Друзья, всем привет! С вами Сергей. И это видео посвящено пятью красивым озерам вблизи города Алматы, до которых можно добраться на машине, на автобусе, туром или пешком, на велосипеде, электровелосипеде. В общем, поехали! Перед тем, как вы подробно о них узнаете, хочу сказать, что эти озера можно посещать как летом, так и зимой. На некоторых даже кататься на коньках. Так что этот выпуск будет актуален в любое время года. Также по каждому из показанных мест есть отдельные полные выпуски на канале. И начнем с того места, где сейчас мы находимся. Это высокогорное озеро Иссык, расположено оно в Иссыском ущелье Зайлийского Алатау, примерно 70 километров от города Алматы. Образовалось около 8000 лет назад в результате горного обвала, который создал естественную плотину высотой 300 метров и находится на высоте 1714 метров над уровнем моря. Это место идеально подходит как для одиночного, так и для семейного отдыха с детьми. Блазурно-синяя или бирюзовая вода, как зеркало отражает в себе окружающий зеленый лес и горы с холмами. Цвет воды, как и у всех горных озер, сильно зависит от погоды. Но в одном точно могу сказать, что вода тут всегда прозрачная. По крайней мере, мне всегда везло ее такой видеть. Вблизи озера есть лавочки, туалеты и даже варек с едой. Добраться до него можно как к турам на автобусе, так и на своей машине. При въезде берется плата около 500 риге за человека. В отдельном выпуске про Иссык рассказал его трагическую историю, так что можете посмотреть. Ну а мы переходим к следующему месту. И это Бареное озеро номер 6, или озеро Маншук-Маметовый. Высокогорное ледниковое озеро, расположенное на высоте 3600 метров в окружении нескольких четырехтысячных пиков и является самым доступным из множества ледниковых озер Зайлиска-Малатау. Через озеро проходит несколько популярных альпийских и туристических маршрутов. Над ним нависает одноименный ледник. Сам путь до озера начинается с горнолыжного курорта Шимбулак и проходит по живописному Малаламатинскому ущелью. Рекомендую выделить целый день на этот поход, так как быстро до него не добраться. И даже если вы не дойдете до самого озера, то однозначно прогуляетесь по красивым горным местам. Зимой бы я сюда не пошел, но люди ходят. Если желаете более подробно узнать о маршруте, то для вас вышла ссылочка сверху. А также в описании под видео есть ссылочки на все места из этого выпуска. Тем временем мы уже находимся на одном из самых туристических озер вблизи города Алматы. И это Большое Алматинское озеро. Если коротко, то Бау. На текущий момент не все машины туда пропускают, но пешком пройти возможно. Или даже доехать на специальном такси. Это излюбленное место многих алматинцев. Когда дорога была полностью доступна, то сюда на закат приезжали просто попить кофе и полюбоваться этой красотой. Большое Алматинское озеро является частью национального парка. И самым близко расположенным от Алматы горным озером. Всего в 30 километров от города. И путь к нему не менее живописный, чем кадры, которые вы видите сейчас. Это одна из визиток города Алматы. Над сияющей горной водой возвышаются 4 пика, на которые можно подняться. Их высота колеблется от 3600 до 4300 метров. Как раз один из первых моих пиков, на которые я поднимался, был Большой Алматинский пик. Так что, посетив эту красоту, вы останетесь под ярким впечатлением. Я не мог не указать в этом видео следующие озера. Это озеро Кульсай и Каинды. Так как у меня появились зимние кадры этих озер. И хоть вода еще не замерзла для катания на коньках, они смотрятся просто великолепно. Начнем, конечно, с Кульсайских озер. Это система из трех высокогорных озер в северном Тяньшане, находящейся в 300 километров от города Алматы. Примерно 4 часа езды на машине. По-другому их называют голубым ожерельем или жемчужинами северного Тяньшане. Сейчас поговорим о первом озере, расположенном на высоте 1700 метров над уровнем моря. В этом месте можно по-разному провести время. Спокойно созерцая на бирюзовую воду, возможно и изумрудную воду, тут как повезет. Или же устроить прогулку через лес до второго озера. Также возможно арендовать лодку или катамаран. И неспешно проплыть к соседнему берегу, любуясь на зеленые холмы. Может быть и снежные, как в этом видео сейчас. Так или иначе, это место очень красиво в любое время года и в любую погоду. А кульцай в переводе с казахского языка означает «озеро в ущелье». Субтитры создавал DimaTorzok Что касается соседнего озера Каинды, до которого рукой подать на машине естественно, то оно останется вашей памяти на всю жизнь. Особенностью этого места является торчащий из воды ели, Которые появились здесь в результате наводнения, вызванного Кеминским землетрясением в 1911 году. Затонувшие деревья составляют лишь часть живописного пейзажа Тяньшаня. Мощные скалистые вершины и березовые рощи будто бы образуют природные ворота и изведанные горные пространства. А само название Каинды с казахского языка буквально переводится как «изобилиющее березами», ведь тут рядом есть огромная березовая роща. Мне удалось побывать на этом озере в разные сезоны, и это место не было ни разу похожим на то, что я посещал раньше. Цвет воды был бирюзовым, изумрудным, темно-синим, черным или просто темно-серым, словно зеркало, отражающее всю красоту окружающего ландшафта. Думаю, это видео вас вдохновит на путешествие к такой красоте, особенно если вы еще не посещали эти места. Знаете, что вы можете отправиться сюда в любой момент всей семьей и насладиться этим всем вживую, а не через экран. Также, кроме данного выпуска, ранее я выкладывал несколько видео с названием «Топ 10 красивых мест вблизи Алматы», о которых, возможно, вы не знали. Некоторые кадры с озер повторяются, взяв их для сравнения цвета воды и сезона, но однозначно рекомендую посмотреть те выпуски и составить шикарный план поездки. И не забываем проделать простые действия, которые YouTube рассмотрит как положительные для канала и поможет большинству людей тоже узнать об этой красоте. Это подписаться на канал, если еще этого не сделали, поставить лайк, написать комментарий и поделиться с друзьями. Надеюсь, вам понравилось это виртуальное путешествие. И, как всегда, ловите моменты жизни, путешествуйте и наслаждайтесь ею. До встречи в новых выпусках! Субтитры подогнал «Симон»!